15 марта в Малом зале районного дома культуры посёлка Матвеев-Курган состояла встреча между представителями общественной организации «Опора России», Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства, районной прокуратуры и налоговой инспекции с бизнес-сообществом района. Модератором мероприятия стал член регионального совета, председатель местного отделения «Опора России» в Матвеево-Курганском районе Антон Джереджи, давший слово заместителю главы администрации района Сергею Головову, который вручил благодарственные адреса. И от Александра Анатольевича у меня здесь есть два приветственных адреса. Разрешите мне эти приветственные адресы вручить на Умчуку Александру Владимировичу. Администрация Матвеево-Курганского района выражает вам признательность и благодарность за личный вклад в социально-экономическое развитие Матвеево-Курганского района. Еще один приветственный адрес – Джереджа Антону Николаевичу. После вручения благодарственных адресов слово взял председатель Ростовского регионального отделения «Опора России» Аркадий Лазаревич Гиршман. Добрый день, уважаемые коллеги, предприниматели, уважаемый Сергей Васильевич, уважаемые друзья. Мы не первый раз собираемся в Матвеево-Курганском районе. Официальная подобная встреча была примерно год назад, в феврале месяце. Конечный итог. Хотелось бы поговорить на тему, чем опора, чем Ростовское агентство поддержки предпринимательства, предпринимательства, прокуратура, администрация района может помочь предпринимателям в вашем нелегком труде. Одной из главных задач встречи – знакомство предпринимателей района с работой Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства. Директор АП Яна Куренова рассказала, что цель их организации – выдавать микрозаймы, помогая бизнесу Ростовской области расти и развиваться. Максимальная сумма микрозайма – 5 миллионов рублей. Максимальный срок его предоставления – до трёх лет. Минимальная ставка – 5% годовых. Лучшие условия предоставлены для приоритетных направлений бизнеса, осуществляющих производственную деятельность, занимающихся сельским хозяйством, имеющий сертификат системы, сделанных на Дону. Для отдельных территорий области есть возможность получить кредит через МФЦ. Директору РАП было задано много вопросов. О возрочке платежа, увеличении процентной ставки и даже о возрастной планке кредитуемого. Мы закончили строительство жилого дома, обращались, сеть и инвест отказали, обращались, в СМИР банк отказали. И сейчас, когда обращаешься, есть положение, если тебе 65 лет, ты уже никто, но тебе не могут давать ни карточки, ни финансирования, ни кредитов, абсолютно ничего. У нас есть недвижимость, мы можем положить в магазин, не можем положить другое, что у нас есть. И вот я обращался не раз уже Антону Николаевичу, можно ли как-нибудь пройти там или посоветовать, потому что мы уже здесь строим, но нет смысла, брат, под какие ваши кредиты. Прям рекомендую проехать на Седова 6, дробь 3. Но вы приходите, я вам расскажу все условия. Мы продолжаем строить, продолжаем работу, но с помощью дяди. Возможно, чтобы не ехать, сначала давайте вы в индивидуальном порядке подойдете, запишу ваши контакты, с вами свяжется начальник управления микрофинансовой деятельности, вас подробно проконсультируют, с каким уже пакетом документов стоит приехать. Однозначно, что возраст по нашему положению, выдачи микрофинансовых продуктов не будет никаким сдерживающим препятствием, но вместе с тем, ваше финансово-экономическое состояние, естественно, должно быть оценено специалистом, поэтому давайте в индивидуальном порядке максимальное содействие окажем и рассмотрим, что возможно. Бурное обсуждение вызвало выступление Дениса Нагорного, старшего государственного налогового инспектора отдела выездных проверок Межрайоны инспекции Федеральной налоговой службы номер один по Ростовской области. Он говорил о новом порядке применения контроля кассовой техники и возможность получить налоговый вычет за покупку кассового аппарата до 18 тысяч рублей. Но потом мы их отменили, вернее, нам их отменили, все, я положил на чердак. Проработали несколько лет. Вводят, говорят, все, эти не подходят, надо только, чтобы с фискальной памятью. Мы опять закупили кассовые аппараты, поработали, но на 4-5. Нам их отменили. Сейчас нам надо такие, которые должны быть с интернетом, подключенные, все. Когда отменят эти? Ну, третий аппарат на чердак на составе. Если вы являетесь собственником аппарата, который был выпущен не позже 2012 года, то, в принципе, вы его можете модернизировать. Эти аппараты доступны для модернизации. Это стоит, ну, не намного дешевле, нежели приобрести новый аппарат. Ну, в любом случае, вам не придется его выбрасывать, да? Прокурор Матвеева Курганского района Погорелов Михаил Владимирович рассказал о возможности взаимодействия органов прокуратуры и предпринимателей района. Хотелось бы в своем выступлении отметить, что продолжает оставаться одним из основных направлений деятельности органов прокуратуры надзор за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности. Принимаемые нами в этой сфере меры нацелены прежде всего на повышение уровня законности в сфере исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей как в части поддержки субъектов предпринимательской деятельности, так и при обеспечении законности осуществления государственного муниципального контроля. Знаковым событием на встрече стало подписание соглашений о сотрудничестве между прокуратурой Матвеева Курганского района и местным Матвеева Курганским отделением Ростовского регионального отделения «Опора России». Лучшим итогом встречи для «Опоры России» стала благодарность предпринимателей района за знакомство с Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства. Ведь в начале беседы об агентстве знали менее 10% присутствующих. Приятно осознавать, что «Опора России» дарит бизнесу на местах полезные знакомства и открывает новые возможности развития.